Сияет солнце над водою, и лучики искрят в глаза. Как хорошо, что есть такое, и в этом мире мы друзья. Пусть волны плещут, ветер дует, растет трава, цветут цветы. Меня все это так волнует, и ведь в этом мире я и ты. В избытке силы обновления, познавшие радость и любовь. В простом ты видишь все творение, и к жизни новой вновь готов. 15 июля. День Фотия. Назван в честь памяти святителя Фотия, митрополита Киевского и всей Руси. Грек по происхождению в молодости оставил мир и жил в пустыне. Когда скончался митрополит Киприан, в 1406 году был поставлен константинопольским патриархом в митрополиты Руси. Ревностно относился к своим обязанностям, наводил порядок, боролся с разного рода ересью, которая появилась от искажения учения. Также восстанавливал церковные имения, расхищенные боярами. У древних славян этот день связывали с родом, его покровительством и защитой. Называли это день Берегиней. Представляли ее в образе березы, что и породило традицию высаживать эти деревья во дворах своих домов. В дальнейшем этот культ был заменен поклонением Богородицы. У древних славян Берегиня это животворящая женская энергия. Она наполняет не только род человека силой, но и все живое вокруг, например, травы, одаряя их целебными свойствами. В этот период созревает рожь, а потому сегодня крестьяне отправляются работать в поле. Сегодня начинался сбор вишни, а в водоемах от жары начинала цвести вода. Приметы. Если на березы появились желтые листья, зима будет ранней. Если к этому дню в лесу появилось много ягод, зима будет морозной. А вот скажите, вы едите сельдерей из-за того, что он полезен, или из-за того, что вам нравится вкус его? Сельдерей я ем из-за того, что он полезен. Потому что вкус приходит во время еды. Вкус приходит во время еды, аппетит приходит во время... Да, вместе со вкусом. Они неразрывные. Я думаю, что вкусным продукт мы можем сделать. На то у нас и целебная кулинария для того, чтобы полезные продукты делать вкусными. И использовать их в своем питании как можно чаще. Итак, мы сначала будем делать сельдерей из корня сельдерея. Кстати, мы будем использовать морковь у нас будет, лимон, зелень. А давайте пока вычистите и яблоко, да, наверное? И яблоко, да. Сельдерей. Я потру морковку. Давайте, потру морковку. Так, миска, я так предполагаю, что вот в эту, да? Можно в эту мисочку потереть. А я пока очищаю корень сельдерей. Сейчас домашние глядя на меня радуются, что я занимаюсь полезным трудом. А до этого, что они занимаются? Не-не-не, я занимаюсь, но просто это мне редко удается, когда, потому что, в принципе, уже все в состоянии сами готовить. И какие-то такие вот семейные совместные посиделки, они встречаются не так часто, как хотелось бы. Ну хорошо, сельдерей кулинарии, я думаю, что это будет происходить намного чаще. О, да. Так, почистили. Все. Это можно... Да, правильно. Это можно поесть. Теперь я натираю сельдерей. Кстати, сельдерей еще способен замедлять процессы старения в организме. Он продляет нам молодость, потому что содержит уникальный набор белков, витаминов, кислот, минеральных элементов и так далее. Всего того, почему соскучилась наша клетка. Наши клетки организма соскучились по этому. И смотрите, я беру сразу вот так вот и пошел перед сюда. Кстати, пропорции важны. Строго соблюдаться? Ну, не обязательно строго соблюдаться. Или это вкусовые пристрастия? Дело в том, что сельдерей это не очень вкусный продукт. Суховатый, особенно корень. Вот, для того, чтобы к нему привыкнуть, надо морковочке примерно дать в два раза больше, чем сельдерей. А вы на мелкую терку, да, можете? Я на мелкую. Да, лучше всего, если морковь, она более такая... Сочная. Сочная. Ее можно на большой терочке. А вот сельдерей, так как он суховатый, его можно на мелкой. Все это хорошенько смешается, тогда удобно идет. А заправлять мы будем маслицем? А заправлять мы можем маслицем, можем соком лимона.